Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 27 июля 2019 года. Продолжаю тему «Допотопного Нижнего Новгорода. Третья серия». Этот фильм посвящен доказательствам катастрофы, случившейся в середине XIX века. Я предполагаю, моя версия, которую я никому не навязываю, я придерживаюсь этой версии, что это была война по типу ядерной, термоядерной. Ориентировочно после Крымской войны. И про глиняный потопа засып в 1860 году. Нижний Новгород не исключение. В предыдущих сериях я рассказала про дом на Большой Печорской, про найденные многочисленные останки у фундаментов дома номер один. Верхняя часть города засыпана глиной. Нижегородские откосы – это сплошная глина. Все старые дома с окнами ниже уровня земли. Что в верхней части города, что в нижней заречной части города. То есть верхняя часть города, повторяю, она не могла подвергнуться никаким разливам рек, потому что это огромные кручи, это огромная высота. Глина там появилась каким-то другим способом, по всей видимости, сверху и точечно. Продолжаю эту тему. Бесконечно интересна улица Большая Печорская. Хотя в Нижнем Новгороде много улиц с интереснейшей историей, как и самого города. Но это будет в следующих сериях. А сейчас мы погрузимся в тайны дворов этой улицы, планировки которых со спутниковой точностью была проведена по официальной версии в 1839-1840 годах. Я все время ссылаюсь на официальную версию, когда говорю, что это официальная трактовка. Потому что нам наше сознание надо продирать сквозь вот эту официальную трактовку. Потому что когда мы в нее попадаем, мы гипнотизируем свой мозг, свое сознание и уже не можем разобраться ни в чем. В последующих сериях я вам буду показывать, каким образом это шло на слоение. Почему даже профессиональные историки, они тоже не могут в этом понятии разобраться или даже принять то, что история могла быть сфальсифицирована. Потому что матрица настолько въелась в сознание и подсознание. Вот эта официальная трактовка, она везде зафиксирована во множестве раз. Что нет даже ни одного свободного, пустого файла в голове, где бы можно было что-то новое туда поместить. Я сейчас вот так подробно вам говорю, потому что я сама это осознала, вот как факт, как это делается совсем недавно. Именно глубоко изучая в том числе официальные сведения профессионалов, археологов. Это будет в следующих сериях по Нижнему Новгороду. Да и не только по Нижнему Новгороду. Потому что многие имена и многие даты, они фальшивые. Имена строителей, имена заказчиков, имена купцов, они фальшивые. Находятся такие комментаторы, которые считают, что с помощью пары инструментов Теодолита Нивелира, лошадки и длинной веревки, сложного по рельефу города, можно спроектировать спутниковую точность улиц. Она действительно имеет спутниковую точность. И планировка этих улиц на картах, такая же спутниковая точность на картах XVIII века. Хотя нам уже по официальной версии в предыдущей серии, я сказала, что красные линии устраивались в 1839 году. А на картах XVIII века она уже присутствует. То есть уже идет в разрез все, уже идет фальшивые данные. Соответственно улицы, если они есть на картах XVIII века, то они уже переходят в те же самые улицы, они переходят в XIX век. Соответственно, никакой красной линии не было, она уже была. Пусть не весь город, пусть только часть Кремля и прилегающая часть, но видно, что эти улицы уже проложены. Поэтому сложному рельефу, где сплошные то овраги, то горы, то низины, все это проложено идеально ровно. Удивительно то, что карт ранее, планов ранее 1840-х годов практически нет в интернете. Начинается сразу же уже после 1840-го года. Но интересно то, что на момент 1840-го года это спутниковые карты, спутниковая точность. То есть в это время, в середине XIX века, были такие инструменты, инструментарии, которые позволили создать идеальную точность для города и выстроить основные здания, которые совсем не такие, как оказались купеческие здания во второй половине XIX века. Вот этот фрагмент, кусочек между 1840-ым и 1860-ым, фрагменты этих зданий мы сегодня рассмотрим в фильме. И вот так во всем буквально. Но это можно понять, когда ты действительно глубоко процеживаешь вот эту информацию, часами ее прорабатываешь. Подробно, строчка за строчкой. Это скрупулезная, огромная по времени и длительности и сосредоточению работа. Но по-другому нельзя, по-другому не разобраться в этом во всем. В чем мне помогает это сделать моя профессия психолог. Одна из моих профессий психолог. Вот психоанализ я как раз и применяю к истории. Мои знания по психологии помогают мне разобраться вот в этих исторических переплетениях, лживых исторических переплетениях. Книги о Нижегородской ярмарке. Об этой книге я упоминала в первых двух сериях и говорила, что я буду к ней возвращаться, потому что она сделана профессионалами, которые подготовили и архивные данные, и большой материал вообще по ярмаркам XIX века. Ну и основное там приходится именно на Нижегородскую ярмарку. И вот на 84-й странице здесь есть план, который утвержден Александром. Вот здесь непонятное слово, но смущает. 98-го дня 1824 года из Санкт-Петербурга. План к губернскому городу Нижнему Новгороду 24-го года. И здесь мы видим уже тот самый план, те самые улицы, которые существуют и сегодня, которые имеют идеальную спутниковую точность. То есть уже на 1824 год этот план существовал. У меня такое подозрение, что он существовал и раньше. Они просто его срисовали, потому что здесь вот есть некие моменты того, что это было сделано раньше. И план этот не кто-то заново там состраивал, заново делал и рисовал. А они взяли готовый план. Вот такое у меня ощущение. Потому что здесь вот есть разрывы. То есть когда-то, видимо, до первой катастрофы здесь были вообще идеальные линии. После первой катастрофы получились разрывы. Здесь они и сейчас есть, эти овраги большие. И следующий засып в 19 веке, он уже просто на несколько метров засып. Большой город. Представьте себе один из районов Петербурга, старого города. Вот примерно таким мог быть Нижний Новгород, потому что здесь остались следы именно таких кварталов. И, по всей видимости, после первой катастрофы сохранились, устояли буквально поштучно несколько зданий 17 века. Это тип палат. Вот они устояли. То, что осталось, вернее, после войны. Кое-что осталось. Остались основания. Остались, возможно, первые этажи и какие-то стены. Есть некоторые стены, они, в принципе, огромные. Сегодня мы это все посмотрим. План нарисован как будто просто по линейке. Но таким образом, вот так вот, не имея специальных средств, которые, например, есть сегодня, такой план на откосе Нижнего Новгорода с помощью простых инструментов сделать нельзя. Но он, тем не менее, есть, существует. Вот эти линии. Здесь просто происходит разрыв. Трещины такие. Обращаю ваше внимание на этот советский фильм «Улица полна неожиданностей» 1955 года. Возьмем его для примера, как иллюстрацию. Чем хороши старые советские фильмы? Там очень много настоящих съемок в городе. Там очень много осталось зданий, которых сегодня уже нет, снесены. Вместо них построены новые. А в старых фильмах можно посмотреть, как это все выглядело. Обратите внимание на арки. Я сейчас фиксирую ваше внимание. Вот питерские арки. Мы потом их увидим. Похожие арки в Нижнем Новгороде. Арки соединяют один большой двор с другим. Из одного двора в другой двор. И все это большие многоэтажные каменные дома, красно-кирпичные. Один двор, другой, третий. Все соединяется арками. Запоминайте их. Здания. Перекрытия. Соответствующие. Тоже обратите внимание. Закопанные окна. Красный кирпич. И огромная глухая красно-кирпичная стена. То, что называют Брандмауэры. Вот на фоне этой огромной стены, которая может быть просто стеной, за которой стоит следующий двор, пристроен дом. Здесь он просто, получается, закрывает двор. Вот эта глухая стена. Таких стен в Петербурге очень много. Такие стены кое-где в старой Москве остались во дворах. И на наших экскурсиях кое-что мы все-таки засняли на пленку. В процессе борьбы в этом фильме. Вот эта глухая стена. Но она, видимо, не совсем глухая. Здесь виднеются заложенные окна. То есть это дом полноценный. И вот они дальше продолжаются, эти окна. К чему я это все говорю? Потому что в Нижегородских дворах, оказывается, есть следы вот точно таких же питерских дворов. Идем по Большой Печорской. Наши внимания привлекают остатки былой архитектуры. Вот вроде бы ворота во двор. А это была стена дома. И этот дом жил своей жизнью. И люди, которые там обитали. Где они? А сейчас лишь осколки стен, которые приспособили по дограду и вход во дворы. Так, вот он, старенький кирпичик. О, какой большой кирпич. Так, вот это кирпич. Вот это кирпич. Вот он какой огроменный. Посмотри, а, девочки. Какой-то домик был. Вот он, да. Вот изнутри видно, что это именно стена дома была. Рассматриваем. Рассматриваем рядом деревянные постройки. Наличники красивые. И хоть это уже не камень, и дома делались после катастрофы, после разрушения каменных зданий, тем не менее, все сделано красиво и с любовью. Вон оно. Я смотри, там росли мимо дома. Да, вот там внизу, туда уходят. Кирпичи, смотрите. Видимо, есть. Посмотрите тоже, какой дом-то этот старый. Мы его там снимали. Он там тоже с засыпанными окнами. То есть вот это вот еще туда. Минус 3 метра точно. А вон там вход в подвал, что ли? Да. Все на этих красных кирпичах. И вон окошечко у нас виднеется. Пожалуйста, заложенное. Вау! Любовались орнаментом и только сейчас заметила две стрелы, направленные вверх. Указание какое-то. Вот это же что-то. Это же не случайно вот это вот было. Докладка вообще идеальная просто. Вот этот фрагмент здания мог частично и сохраниться со старых времен. Тесанный кирпич. Это все закруглялось, штукатурилось. Вот штукатурочка. Все это вот тоже вот так поперек укладывалось. Штукатурка была. Сейчас это все разрушается, к сожалению. Тоже окошечки у нас. И все вот так замноживали. Да. Ничего не заметно. Да-да-да-да-да-да. Красочка, ничего не заметно. Что он красный кирпич и что там тоже есть окна. Вот такая краса. Так, и вот еще у нас вот этот деревянный дом с ходом в подвал. По всей видимости, да-да-да, пожалуйста. Вот он красный, красный кирпич. Вот такой вот спуск посреди вот этих вот деревянных домиков, да. И кирпич был уложен. Все как положено. Вход там был. Нина, пойдемте, что там интересное. Продолжаем идти вглубь дворов. Видим дом кирпичный с круглой башней, который нам встречались в Москве. Такие пристрои башны. Рядом очень низкая арка. Ну, хочется заглянуть в подъезд. В этом подъезде нет ничего необычного. Он начинается вот с уровня земли. Это говорит о том, что он уже был построен после катастрофы. По крайней мере, вот этот порядок лестниц, порядок уровня этажей. Потому что этот дом однозначно не церковь. Подвал здесь есть 100%. Здесь есть он, да. Мое предположение того, что в этом доме должны быть подвалы, подтвердилось, когда мы обошли дом с другой стороны. Я говорила про питерские дворы и питерские арки в начале фильма. Вот одна из таких арок. Она засыпана однозначно. Она очень низкая. Обращаем внимание на великолепную кладку и на облицовочный шов. И для примера посмотрим современные швы. Сразу несколько картинок. Современные облицовочные швы. Вроде бы стараются, вроде бы красиво. Вот чуть-чуть похоже. Но качество гораздо хуже, чем в этом доме. Выпуклый такой интересный шов. Он не случайный этот шов. Он ровный. Он, видишь, отформленный. Кирпич, правда, тоже черный какой-то. Я уверена, что здесь есть подвал. Не может этого быть. Кирпич туда идет. Кирпич туда идет и дверь вот туда идет. Это окно должно быть тоже какое-то. А вот оно, окошечко-то. И вот туда труба и ведет. Подвальчик-то вот он где. И вон они, окошечки-то. Да, да, да. Вот они, типичные окна. В этом крыле кирпичной кладки уже нет. Отделочного шва. Да, вот окошечко, да. Ну и перепады тоже. Они использовали эти этажи. Вот, пожалуйста. Да, вот здесь он засыпанный полностью красный кирпич. Если его откопать, там будет такая же высота. Полноценный этаж. В одном из следующих дворов нас ожидал настоящий сюрприз. Так, вот он каменный дом, к которому пристроена веранда. Она не на фундаменте, поэтому она поехала. Огромнейшая стена, которую потом называют брендмауэрами. Вон там что-то у него было вклинило железные стяжки какие-то непонятные. Вот крыша угловая. Вот там стройки, пристройки были. Потом были убраны, следы от них остались. Вот от таких подобных крыш, навесов. Значит, вот часть каменного здания. Вот этот кусочек сделан уже. Дерево он все это поехал. Здесь тоже он то ли деревянный. Вот кирпич красный есть. Красный кирпич. Это у нас покосилось все, потому что там нет фундамента. Это пристрой однозначный. Хотя тоже делалось все с любовью. Наверху там тоже прилепили скворечник. Здесь, возможно, часть тоже деревянного дома. Дранкой крытой. Вот эта огроменная кремлевская стена почти. Почти кремлевская. Такие дворы в центре города. Просто уютные. Сюрреализм сплошной. Сейчас попробуем поснимать этот домик отсюда. А он там тоже. Затерялись деревянные домики. И кирпичные домики. Смешанные с деревянными, да. Полюбью тоже глянь. Вот эти домики послепотопные ставились. Тоже где сохранились каменные стены, фундаменты. Вот, пожалуйста, стена. Кирпичная. Фрагмент. Вон там кирпичная стена. Здесь вот она, скажут, брандмауэр. Ага. И вон там тоже брандмауэр. С фрагментом какой-то калитки или стены. Вот эти вот ворота сохранились. От какого-то глобального, огроменного здания. Роскошного здания. Кирпичный вот это полностью. И деревянный дом пристроил. И вон там тоже часть фундаментного здания. Такого фундаментального здания было. И вот они. И вот здесь вот и так это вот во дворы, вглубь. Все это таким же образом происходит. Вот так использовались эти стены, которые тоже непонятного достроя. Перестроя. Где они заканчивались. Вот что осталось, то используем. Вон она еще стена идет. Здесь деревянный пристрой. Это было какое-то грандиозное здание. Большое, как и то здание большое вон. И здесь деревянный верх. Ворота остались. Сохранились и вот эта стеночка. А весь остальной дом не сохранился. Вот тоже фрагмент. Кусок какого-то здания. Стена огромная. И просто приспособили под сарай. Вот надо же. Кирпичный сарайчик такой. Вон там тоже внутри домик сохранился. А это вообще интересно. Вот они окошечки там все есть. Брандмауры значит. Так строили. Да, дворик роскошный. Да, вот этот якобы сарайчик. Вот вход. Два входа. Вот еще тут у нас окошечки. Еще было полноценное окно дома. Вот какая стенища, да. Которая переходит в другое здание. Здесь все было застроено. Там следы, может быть, балки здесь какой-то. Все горело. Горелый кирпич обожженный. Следы пожара здесь вот именно снаружи. Вот часть, часть тоже фрагмент этой стены. Возможно, здесь оно что-то было. Или вот так вот. Возможно, это внутренняя часть здания. Вот это вот, где мы стоим. Внутренняя часть здания. Вот это стена, которая, по всей видимости, внутренняя часть двора. Вот у нас дом. Дальше это могла быть наружная стена. Или еще какой-то фрагмент дома. Между ними входили вот они, окошечки все эти перекрытия. Откапывали окна. Вот такой двор. С входом подвала. Все как положено. И этот дом у нас идет и дальше. И весь он на засыпанных этажах стоит. И вот какой-то еще внутренний двор. Как это все происходило. Балки в стене там видны. Здесь еще тоже были балки. То есть внутреннее здание какое-то было, которое уже не осталось. Вот стена, ну вот разрушена после бомбежки. Вот внутренняя стена. Сохранилась по тем, где дерево он достроили. Пристраивали вот к этой кирпичной горелой. Все это внутри горело, как вот в Сталинграде. Там могут быть тоже окна. Вот они прикрыты. Или подвал, или что там тоже может быть. Может быть там наружная стена. Вот весь горелый этот кирпич изнутри. Ну и балки, да, вот то, что следы от балок. То, что это было внутреннее здание. Вот она стена. То есть это было перекрытие какого-то этажа. Вот они идут, эти балки. Вот она стена. Разрушенная. И такой же был громадный дом. Поэтому арка эта от этого дома осталась. А все остальное куда делать? Вот куда это делать? И почему пришлось достраивать вот это все лепить? Вот этими дощечками деревянными. Дранкой закрывать. Посмотрите, какой был. Какие ворота, возможно, были. И перекрытия, которые мы уже видели. Перекрытия. Они встречаются везде. И в Кове. И вот в Нижнем Новгороде. И в Москве. Это был какой-то тип перекрытия одно время. Вот эта стена продолжается. Деревянный дом здесь у нас. Потому что от огромного дома осталась только вот эта стена и вот эта арка. Что за катастрофа здесь произошла? Вот этот дворик нам рассказал. По крайней мере, следы этой катастрофы. И когда мы выходим уже от этой стены, мы упираемся в другую стену. Вот он двор. Окошечки эти могли быть сделаны позже. Приспосабливалась стена под какие-то нужды. Вот эти огромные-огромные стены. Они есть и в Челябинске, и в Красноярске, и в Москве. В Москве их, конечно, убирают. Но на старых фотографиях кое-где они сохранились. В том числе они были на Сухаревской. На старых фотографиях начала века или конца 19 века. Ну, так мы выходим. Вот они, ввелись. Выходим в центр. На Большую Печорскую. Двигаемся к площади Минина. К Чикаловской лестнице. К Кремлю. Хотелось бы двигаться дальше к площади Минина, но не тот-то был. Соседний двор, вот за этой огромной стенкой, опять заманил нас. И там еще останцы больших-огромных домов. Ну и вот, зайдя, всего лишь пройдя один дом, вот следующий двор. Вот, пожалуйста, он Брандмауэр, так называемый. Ясно, что это стена дома. И вот тот дом, который мы смотрели, он с другой стороны. Часть дома, вернее. И так кирпичная стена. Засыпанные окна, как положено. Какая-то тюремная архитектура. Тюремная, тюремная. Есть связь с этими словами. Деревянная пристроечка, более поздняя. Вот она, послепотопная или конца 19 века. Это может быть начало 20. И вот фрагмент того здания, которое изначально было, но не сохранилось. Там дальше уже, может быть, наводило, может быть, его просто приспособили на старых стенах. Вот так он идет, и там сзади полнейшая глухая кирпичная стена. Все это стоит на каменных основаниях. Деревянный дом. Конечно. Ну, неужели просто так она стоит? Видите, что балки сохранились? Что здесь было когда-то здание. Возможно, это часть внутреннего здания. Видите следы стены? Вот, следы стены. Это и балочки стоят. Это перекрытие было какого-то этажа. Вот здесь вот было здание. Вот то, что вот здесь дорога сейчас, это часть внутреннего здания. Возможно, здесь даже конечне было. Ну, я не знаю, может быть, это конечне, но оно здесь было. Здесь оно где-то было. То есть вот здесь вот тоже что-то было. И там у вас 100% есть подвалы. Вот под этими, вот где машины стоят. Там у вас все это есть. Вот как они вот там есть, так они и здесь есть. Легенда, что здесь был фонтан когда-то. Ну, фонтан фонтаном. Усадьбы были единым комплексом. А, единым комплексом, да? Это был ГТАК, буквы ГТАК, и в центре был какой-то фонтан. Ну, может быть. А вот эта усадьба, это тоже старая усадьба, да? Это 15 лет назад поставил. А, это новодел. Ну, это видно, что новодел. А вот эта сохранилась, да? Это флигия в конце 90-х лет. У меня есть архивные чертежи. Как это все выглядело, как должно было выглядеть по проекту. Это должно быть очень красиво по проекту. Совсем не то, что выглядело. Но оно то ли не достроено, вот деревянная вот эта штука, если вот была эта усадьба, почему не достроить все в камне, почему часть деревянная, часть кирпичная? Это обшивка уже 20-го года. А там что, там камень, думаете? Основное здание более древнее, чем флигия. О, вот это уже точно. Это 1882 год, а флигия 1895 год. А вот эти стены, на которых они стоят, еще более древние, могу сказать, до 1860-х годов. А вот эта стена чего? Видите, там тоже была вот-вот, вот там эта самая. Это тоже памятник, но с ним обращаются, ну, вы же знаете, Петров Игорь Владимирович. Он прекрасно знает судьбу этих памятников. Нет, кто такой Петров? Еще раз. Николай Владимирович руководит органом охраны культурного наследия. В Нижнем Новгороде, да? Он сейчас? Да. Ну, а не в курсе вот этого, этого памятника? Он делал поиски, он все изучал на весь квартал. Так что все материалы. Так а что это такое, что это за стена, от чего, что за здание было? Ну, мы понимаем, что оно было вот так, правильно? Вот был флигель, вот он до сих пор есть, только без крыши. Еще недавно здесь люди жили в нем. Вон там, в том флигеле. А вот это, вы видите, что это стена была? Это конюшнень была. Это конюшнень была? Давным-давно снесли. А стену оставили, да? Ну, да. Ну, надо бы ее сохранить. Стена какого года? Конца 19 века? Стена, все, 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 все. А скажите, кирпич у нас поменялся по размерам? Современные, вот, в конце 19 века. А вы сами имеете отношение к архитектуре? Я здесь живу. Нет, то, что вы здесь живете, понятно. А вот эта стена, она была от всей этой усадьбы? Это тоже памятник. А вы из Нижнего Новго? Нет, мы из Москвы. Это тоже памятник, кирпичная ограда, ходит в комплекс усадьбы Башкировой. Башкировой, да? Башкировой. 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 Да. А кто такая у Башкирова? Купчиха. 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 Конца 19 века. Так, и вот эта у нас тоже отвалилась от памятника, да, получается? Не бережем памятники-то. Вот там окно было, видимо, или что это было? Это дом был, да? Нет, это была кирпичная ограда. Она и сейчас есть. То есть памятник из трех частей. Это было основное здание, флик или кирпичная ограда. Ага. И другой памятник, вот это у нас. Другой. Соседняя усадьба. Соседняя усадьба, это тоже к ним все относилось, к этому двору, да? Это был единый комплекс. Это сейчас он между двух состоит. Вот это вот вместе с этим домом, да? Вот с этим домом. 11-й дом, 13-й дом. Дом на Большой Печорской. Еще раз Купчиху, повторите фамилию. Башкирова. Башкирова. А как ее, не помните, как ее звали? Может, найдем какой материал по ней? На сайте управления охраной памятников есть списки государственных. А, все хорошо. Объект, наследие. Скажите, а вот эти вот окна, это так строили? Да. Это не культурный слой? Культурный слой, это большой, несколько килогратных километров в центре Нижней Ноги. А окна-то так строили? Просто вот укопали и рыли вот эти подвалы? Или это все-таки засыпано? Может быть, уровень немножко изменился, по сравнению с тем, что был в 19-м веке. Может быть, он немножко вырос. Вы так и осторожно говорите. Ну, правильно делаете. Спасибо вам огромное. Так, значит, это был один общий комплекс усадьбы Башкировой, какой-то Купчихи. Ну, и человек, который имеет отношение к культуре, там встретился, он осторожно сказал, что это, ну, либо культурный слой, либо так строили, либо все-таки наносное, может быть. Аккуратненько он так сказал. Осторожно, потому что, действительно, сказать, что так строили, это очень сложно, что культурный слой. Ну, вот он, культурный слой, да, вот он. Для этого, видимо, эти приянки делались вот для этого культурного слоя. Да, да, да. Да, да. Весь этот культурный слой. Яма для мусора, получается. Так, вот это уже пристрой. И стена. Которые тоже лепили. Фасадная часть, рисунок проходит общий. Возможно, это был когда-то один общий комплекс. Разрушен. И к нему уже там дальше деревянный дом пристроен. Все это на каменных основаниях. Вот стеночки, остатки, фрагменты. Все этого культурного наследия, которые, соответственно, тоже не берегут. Или берегут в меру своих сил и возможностей энтузиасты. Барин. Барин здесь написано. И похоже, что вот такие дома не были целые. К сожалению, показала не все фрагменты интересные во дворах. Но слишком растягивается фильм. Приближаемся к улице Пескунова. Той самой улице, где я вам рассказывала в предыдущей серии про дом номер один. Что там было найдено огромное количество трупов. Сразу невозможно оценить масштабы катастрофы. Только спустя время. Пересматривая кадры. Вспоминая ощущение присутствия на месте. Понимаешь глубину трагедии. Вот каким город представлен Нижний Новгород простому обывателю. И не только других городов, но и самих жителей Нижнего Новгорода. Вот сами жители Нижнего Новгорода. Что они скажут о своем городе? Город, пусть он третий по величине в России, считается после Москвы и Петербурга. Красивый, с великолепными видами, ландшафтами, высоченными откусами над большими реками. Цитата. Нижний Новгород – город купеческий. О нем сложена поговорка. Дома каменные, люди железные. Писал Алексей Максимович Горький. Свои деньги железные люди, купцы, часто вкладывали в строительство зданий, которые впоследствии имели большое значение в истории и культуре города. Вот и все. Сказал же Горький. И все. Эта фраза пошла в народ. Значит, это так и было. Он же жил как раз в конце 19 века. Он жил в Нижнем Новгороде. Он там родился. Кому, как не ему, писателю, и сказать, каким был настоящий город. И что он нам говорит? Что это город купеческий, дома каменные, люди железные. Купцы часто вкладывали в строительство зданий, которые впоследствии имели большое значение в истории и культуре города. Да, только эти здания строились, забыл сказать Алексей Максимович, во второй половине 19 века, после 1860-х годов. А каким был город до бомбежки, до 1840-х годов, там, 1860-х годов? Потому что пока я не определилась точно с датой. Дата с 1840-го по 60-е года – это информационная яма. Я уже во многих фильмах говорила, и многие исследователи тоже пришли вот к этому промежутку непонятному, про который практически ничего нет. Но что нам открыли дворы старого города? А они нам открыли несколько иную картину. Если мы представим себе, как могли выглядеть дома середины 19 века до катастрофы, они такие же, как в Петербурге, Выборге, Москве, в Европе, Челябинске были такие дома. И опять понимаешь, что архитектура общая по планете была и совсем недавно. А в сознании у нас предлагается картинка купеческого русского города. И вся история Нижнего Новгорода именно так и представлена, и такие описания в литературе всюду, в картинах художников. Но об этом мы поговорим в следующих сериях. Все, к сожалению, не может поместиться в один фильм. Ждите следующих серий. Подписывайтесь на канал. Всех вам благ. С вами была Галина Конышева.